МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эти минуты находится на месте события Станислав Баграмов. Здравствуйте. Расскажите подробнее о данном мероприятии. Уже сейчас продолжается открытый диалог. Его леет мотив. Это доступное, ипотечное жилье. То есть вопрос острый для сотен тысяч наших сограждан. Когда-то глава нашего государства сказал, что обеспечить жильем всех, кто в этом нуждается, его мечта. И в этом году как раз-таки разворачивается масштаб мер, который приближает к тому, что мы можем говорить, что эта мечта все-таки сбудется. Смотрите, 3 марта этого года глава государства провел видеоселекторное совещание, в ходе которого звучали беспрецедентные цифры. То есть в 2021 году планируется обеспечить жильем 54 тысячи семей. В частности, по государственной ипотечной программе будет построено 45 тысяч домов. О таких цифрах раньше никогда речи не шло. И поставлена была задача также решить проблемы, связанные с качеством проектирования, с качеством строительства, обеспечения финансирования, добросовестной работы в отрасли, подготовки кадров и многое-многое другое. И именно об этом сегодня рассказывают руководители, министерства, ведомства, банков, ответственных комитетов. Ну, словом, ответственные лица отчитываются о том, какой механизм уже практически внедрён в жизнь для того, чтобы решить вопрос с жильём. Был подписан 11 марта и указ о дополнительных мерах по обеспечению населения жильём посредством выделения ипотечных кредитов на основе рыночных принципов. То есть документ раскрыл совершенно новый масштаб и предоставил людям выбор в вопросе жилищного обеспечения. Мы сейчас пригласили к разговору Фаруха Батыгрова. Это директор департамента Министерства финансов. Здравствуйте. Расскажите о том, как сам механизм ипотечного кредитования будет проходить. То есть Министерство финансов выделяет банкам средства, правильно? В каком объёме? Ну, на сегодняшний день Министерством финансов 14 коммерческим банкам почти выделено 3 триллиона сумм долгослуженных ресурсов, за счёт которых коммерческие банки уже выделили ипотечные кредиты населению для приобретения квартир на первичном рынке 2 триллиона 600 миллиардов. Больше 2 триллиона 600 миллиардов сумм ипотечных кредитов. Ну, что касается сам указа президента. Ну, указом президента присмотрено строительство 45 тысяч квартир, из которых исключительно, согласно новой порядке, 3-114 квартиры должны строиться частными застройщиками, ну, из которых там 26, больше 26, 600 квартир, это квартиры, многоквартирные жилья дома, и 65, как это строительство частного индивидуального жилья. То есть эти меры, они позволяют раскрыть полный потенциал государственного частного партнёрства. Мы также знаем, что будет выплачиваться суд лицам, которые не могут заплатить первоначальный взнос. То есть, во-первых, установлен 15% первоначальный взнос, то есть это очень низкий. Но при этом те лица, которые не могут его оплатить, им предоставляется суд. Расскажите. Да. Ну, если, согласно внедрированному порядку, в 2020 году первоначальный взнос в сельских местностях 10% было, а в городских местностях это 20% было. Изначально? Изначально. И в этом году уже поменяется размер первоначального взноса и устанавливается единее 15% от стоимости проебетаемого жилья, и из которых 10% за счёт государственного бюджета будут выплачены субсидии для семьи, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Это 10% от расчётной стоимости жилья. В целом запланирована огромная колоссальная работа, Министерство финансов уже приступило. А на этот год какие в целом суммы? То есть на сегодняшний момент Вы рассказали, а в целом за год? В целом за год для строительства 45 тысяч квартир жилья присмотрено выделение 10,5 трлн сумм. И для выплаты субсидий 20 460 семей будет выделяться около 1 трлн сумм субсидий. Спасибо большое. То есть диалог сейчас разворачивается действительно открытый. Рассказываются все интересующие нас моменты, касающиеся ипотечного жилья, в том числе запланированные меры по предоставлению жилья в аренду и многие-многие другие для того, чтобы решить вопрос с жильём. Мы продолжим информировать Вас. Спасибо Вам, Станислав. К этой теме мы ещё вернёмся в наших последующих информационных выпусках. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова